В масках и с автоматами, но не ОМОН. За что вооруженные бандиты напали на семью фермеров? Умерли в один день. В частном доме Армавира супруги утонули в сливной яме. Фото не для семейного альбома. В Сочи задержали фотографа-педофила. Здравствуйте. В эфире 9 канала «Криминальные новости». С вами программа «Что случилось» и Инна Волкова. Я и мои коллеги расскажем вам о происшествиях в крае. Муж и жена утонули в сливной яме. ЧП произошло ночью во дворе одного из частных домовладений Армавира. По рассказам родственников, хозяин опустился в сливную яму, чтобы ее почистить. Воды там было примерно по пояс. От резкого запаха, предполагают следователи, он потерял сознание и утонул. То, что мужчины долго нет, заметила жена. Она хотела помочь мужу выбраться, но не удержалась и тоже упала в яму. Которая пыталась оказать помощь своему супругу, скорее всего, упала в эту сливную яму. На что указывают наличие незначительных ссадин на ее ногах, которые могли образоваться в результате падения. Пока основная версия, наряду с остальными, остается, конечно, самое неосторожное действие этих потерпевших, пострадавших людей. Сейчас работники следственного комитета проводят проверку по факту гибели двух человек. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Добавлю, что у погибших остались двое детей 18 и 10 лет. Бдительные сочинцы помогли полицейским задержать извращенца. В дежурную часть позвонила местная жительница и сообщила о подозрительном мужчине. По ее словам, он фотографировал маленьких девочек. Правоохранители незамедлительно выехали по адресу и задержали подозреваемого. При обыске у мужчины изъяли фотоаппарат с интимными снимками несовершеннолетних. Следовательно, установлено два подобных эпизода. В обоих случаях на фотографиях 9-летние девочки. Сейчас по данному факту ведется проверка. Силовики выясняют все обстоятельства совершения преступления. В масках и с автоматами. В Калининском районе на семью фермеров напала вооруженная банда. За что пытались убить 60-летнего пенсионера и его жену, расскажет Анна Катасонова. Этот дом и его хозяев знает весь поселок. Здесь живет семья фермеров. Пшеницу они начали выращивать еще в 90-х годах. Бизнес приносит неплохой доход. У семьи Левченко кирпичный дом и иномарка. Видимо, это и привлекло внимание злоумышленников. Двое мужчин с автоматами ворвались в дом в 4 утра. Первым подругу попалась Любовь Борзова. Она приехала к родственникам в гости. Они заскочили и начали кричать. Двое в черных масках, в черном они одеты и с автоматами. И начали кричать «Гу! Гу!». И я закричала. Они подбежали, ударили раз. И потом ударили меня раз, два. И я оттуда все так исползла. Женщина потеряла сознание. А когда пришла в себя, услышала из соседней комнаты шум и крики. Там избивали 60-летнего Николая Левченко и его жену. Любовь Борзова выскочила из дома на улицу и успела закрыть на ключ входную дверь. Женщина стала громко кричать и звать на помощь. Когда к дому подъехали родственники фермерам, налетчиков уже не было. Что произошло той ужасной ночью, Николай рассказал сыновьям. А этот, говорит, со мной говорится. Этот отстает и мне по печени сильно как дал, и все. Я, говорит, больше не смог разговаривать. Вот. И этот, говорит, который второй, по голове раз, два, три, все. Я так, говорит, вообще поплыл, поплыл. Фермеры его жену доставили в больницу с многочисленными травмами. Их состояние медики оценивают как тяжелое. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Пока у следователей нет подозреваемых. Другие подробности не разглашаются. Анна Катасонова, Сергей Плотников, 9 канал, Калининский район. Авария произошла этой ночью на трассе возле села Дифановка. Водитель за рулем Peugeot 308 ехал в сторону Краснодара. По словам дорожных полицейских, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Иномарка на большой скорости вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «семеркой» и автомобилем «Ивека». В результате ДТП были травмированный водитель и пассажир «Жигулей». Ранение различной степени тяжести получила пассажирка автомобиля «Ивека». Пострадавшие госпитализированы. Сейчас эксперты выясняют подробности происшествия. Двое краснодарских налоговиков ответят за взятки и служебный подлог. Обвинительное заключение в отношении замначальника и инспектора отдела налоговой направлено в суд. Как выяснили следователи, во время проверки магазинов обвиняемые находили нарушение. За определенную сумму они предлагали замять дело или даже готовы были крышевать бизнесменов. Были выявлены и другие факты незаконной деятельности партнеров по криминальному бизнесу. У них задача была выявить, имеется ли товар, приобретенный с учетом выплаты НДС. При этом они заведомо ложные внесли сведения в протоколы осмотров. И в результате предприниматели, которые просили о производстве таких осмотров, получили от государства в счет возмещения НДС, незаконно получили, более 7 миллионов рублей. 25 томов уголовного дела уже направлены в суд. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, а также крупный штраф. Криминальная хроника иногда помогает сохранить кошелек. В Барлирском районе Сочи местная жительница, следуя советам телепрограмм, помогла полицейским задержать грабителя. Как хрупкой женщине удалось поймать злодея, знает Борис Максудов. Так дорого обычная прогулка по скверу для Елены Чуфаровой еще не обходилась. Женщину ограбили. Украли сумку с телефоном, кошельком и документами. Сумма ущерба 15 тысяч рублей. В обед Елена с подругой отдыхали под тенью деревьев в парке. О чем-то беседовали. Женщина и заметить не успела, как сзади подбежал парень и схватил со скамейки сумку. Но молодой человек не подозревал, что ограбил ярую поклонницу криминальной хроники. Мы смотрим передачи, часто знаем, что нужно запомнить приметы и вызвать полицию. Что мы сделали сразу. Приехала оперативная группа. По приметам, значит, все объяснили, мы все показали. Когда закончили составлять протокол, Туренин Артур решил еще раз пройти место происшествия, посмотреть, где все. Артур Туренин – сотрудник местной полиции, а для Елены – герой. Он задержал грабителя, как говорится, по горячим следам и вернул даме сумку. Мною было принято решение дополнительно произвести обход в прилегающий к месту совершенного преступления территории. В результате обхода мной был выявлен гражданин, который по приметам подходил под описание заявленной потерпевшей. После чего гражданин был задержан. Подозреваемого доставили в дежурную часть. Полицейские выяснили, он приехал в Адлер из поселка Дагомыс развлечься. Парень начал свой отдых с грабежа. Полицейские возбудили уголовное дело. Эта поездка молодого человека может закончиться семилетним тюремным сроком. Елену Чуфарову настолько впечатлил поступок полицейского, что она обратилась к его руководству с просьбой поощрить героя. Борис Максудов, Инна Волкова, 9 канал, Адлерский район, Сочи. Родные разыскивают Ангелину Белову. Школьница пропала в Адыгее в ночь на 16 июля. 12-летняя жительница поселка Табачино ушла из дома и не вернулась. В полицию с заявлением о пропаже Ангелина обратилась ее мать. На вид девочки 12 лет, рост 130 сантиметров. У дощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые и длинные. Тех, кто видел Ангелину Белову и знает, где она находится, просьба сообщить по телефону, который вы видите сейчас на экранах. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. С вами была программа «Что случилось» и Инна Волкова. Берегите себя. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!